Быка-тупа-губ, тупа-губенький бычок, убыка-бела-губа-бела-тупа. Быка-тупа-губенький бычок. Погнали? Давай. Полный абзац в эфире. Здравствуйте. Мистер Рипли, читать или побрезговать? Вот так живешь-живешь, не знаешь, что талантливый мистер Рипли, он вовсе не одинок. Признаю, что читая много, я все равно понимаю, как мало я на самом деле читаю. О продолжениях приключений или злоключений талантливого Рипли узнала недавно. Передначально у меня был... Тебе, наверное, тоже, да? Фильм. И только спустя несколько лет захотелось прочесть книгу. Кино же хорошее, поэтому вперед и с песней. Первая книга показалась хорошей. Но я не исключаю, что на ее восприятие повлиял именно кинематограф. Под соусом кинематографа эта атмосферная вещь проглотилась легко. Однако, оставив после вкуса недоумение, вот так из зависти убил и что? Что? И вот просто все хорошо, да? Так тоже бывает. Ну и не так бывает на самом деле. В продолжениях, которых Патрисия Хайсмитт настрогала аж четыре штуки, Том Рипли мочит. Фиг как не культурно, но именно этим он там и занимается. На самом деле мочит людей так же легко, не мучаясь рефлексиями, как и в первой книге. Но уже без прежней элегантности скрывает свои преступления. И уже не помогает флёрки на шедевры Энтони Мингела. На третьей книге я перестала видеть в героя черты Мэтта Дэймона, потому что этот Рипли скорее рептилоид какой-то. Ну вот никакого чувства сопряживания и раскаяния у него нет. Итак, всего книг четыре. Первая, талантливая мистера Рипли, экранизирована. И не будем больше о ней. Следующая, мистер Рипли под землей. По прочтению коренилась мысль, посещавшая меня с талантливого, и мысль эта, что Рипли – бездарь, просто профан в деле убийства и заметания следов. Я рассчитывала найти под обложкой историю, знаете, такого гениального злодея, что ли, противостояние цепкой ищейки и умного убийцы, который просчитывает на много ходов вперёд любые неурядицы. Всего этого нет. Предсказуемость событий, повторение второй частью первой, как под копирку. Правильнее было бы назвать первую книгу «Везунчик мистер Рипли», а вторую «Везунчик мистер Рипли в квадрате». Всё-таки интересно, что было потом. И после того, как на экране закончились титры и в кино все умерли, что происходит-то? Рассказываю. Прошло шесть лет после истории с Дикий Гринфиллом и Тому слегка за 30. Он женат и живёт во Франции. Благодаря состоянию ранее убиенного Том смог позволить себе содержать шикарное поместье. И при этом он сотрудничает с Организацией по продаже произведений искусства. Это намёк. Разумеется, вести чисто бизнес он не может. ДНК ему, понимаете ли, не позволяет. Поэтому главная афера организации в том, что они выдают некогда умершего художника за живого, пишут в его стиле картины и успешно их продают. Но тот художник, который кропает копии, вдруг начинает чувствовать угрузение совести. У него, оказывается, совесть есть. И это может здорово навредить нашему герою. Ну что ему бедному остаётся, конечно же, делать? Мочить. У Рипли это единственное решение всех проблем. Игра мистера Рипли. Тот, кто следовал за мистером Рипли. Мистер Рипли под водой. В общем, похоже, писательница Патрисия Хасмед решила, что напала на золотую жилу и кропала, кропала, кропала. И действительно, романы о Рипли пользовались необычайным спросом у кинематографистов. В 1960 году французский режиссёр Рене Клеман снял свою историю с Аллен Делоном в главной роли. Фильм назывался «На ярком солнце». И, как отмечают кинокритики, имел огромное, огромное значение для творческой карьеры Делона. Следующим фильмом стал американский друг Вима Вандерса в роли Рипли Денис Хоппер. И наиболее известный нам фильм Энтони Мингелли с Мэттом Дэймоном в главной роли. Ну, видели же, да? Там ещё такой Джип Лоу, такой, знаете ли, милашка. Неожиданно странное чувство сопряживания этому авантюристу. И мне это чувство, друзья, себе не понравилось, потому что додливо на самом деле. Хотя про честь всё же стоит, особенно тем, кто немного соскучился по классическому честь. Мужчина – это желание в оболочке секретов, а женщина – это секреты в оболочке желаний. Вот кажется, что это слюнявый статус из социальных сетей. Нет уж кем, это глубокая мысль, потому что написано в культовой книге. А всё, что написано в культовых книгах, автоматически становится восточной мудростью. Что за кладезь банальности такой? А это, друзья, продолжение одного из самых поразительных романов начала 21 века – «Шантарам-2. Тень горы». «Шантарам» – это была преломная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бедноты и уцелеть. И разошлась эта исповедь по миру тиражом 4 миллиона экземпляров. И заслужила восторженное сравнение с произведениями лучших писателей нового времени – от Мелвилла до Химнгуэя. И вот буквально несколько лет назад Грегори Дэвид Робертс, а именно так зовут писателя, взял и написал продолжение истории Лина по прозвищу «Шантарам», бежавшего из австралийской тюрьмы строгого режима и ставшего в Бомбии фальшивомонетчиком и контрабандистом. По сюжету прошло два года с тех пор, как Лина потеряла двух самых близких ему людей – Кадр Бхая, главаря мафии, погибшего в Афганских горах, и Карлу, загадочную вожделенную красавицу, вышедшую замуж за бомбейского медиамагната. Теперь Лине предстоит выполнить последнее поручение, данное ему тем самым главарем мафии. Мафия – завоевать доверие живущего на горе мудреца, сберечь голову в неудержимо разгорающемся конфликте новых главарей мафии, но главное, конечно же, обвести любовь и веру. «Шантарамам» «Тень горы» показалась мне по сравнению не такой динамичной, что на удивление понравилось. Понравилось акцентирование на второстепенных персонажах, которые раскрываются по-новому, за которыми интереснее по факту наблюдать, чем за главным героем. Парадокс. Лин в этой книге – таки благородный бандит Робин Гуд, чье поведение весьма, к слову, предсказуемое и под конец весьма также неинтересно. Есть еще несколько раздражающих факторов, которые мне пришлось преодолеть. Умные афоризмы на каждой странице, бесконечные разборки, превратившиеся в дорожную колбасу. Пошел туда, разобрался, сходил в другое место, принял чего-то запрещенного, пострадал, снова пошел туда. Все это вроде бы показывает жизнь Баби, как она есть, но все это можно было бы сократить до 500 страниц. Ну и, конечно, Карла. Роковая героиня, неприступная, важно, прям бесит. В конце, когда все стало на свои места, я, скрепя сердце, ей все простила. Все, где-то можно ставить жирную галочку о прочтении. Куда интереснее оказалась биография писателя. А это, напомню, Грегори Дэвид Робертс. Если говоришь писатель, то внутренним зрением видишь кого-то академичного, немного чудаковатого, такого, знаете, очень умного. Представили? Так вот все это вообще не Грегори Дэвид Робертс. Грегори Дэвид Робертс, австралиец, который однажды был признан судом, виновным в ограблении банка. Вот реально. Который впоследствии совершил побег из тюрьмы в Австралии. Ну, действительно, это его биография. Который затем скрывался в Индии, где прожил около 10 лет. В результате расторжения брака и последующей потери опеки над своей дочерью Робертс приобрел героиновую зависимость. И такое бывает в реалии. За выбранный способ обеспечить себя наркотиками Робертс получил прозвище «Грабитель строительных кооперативов» и «Преступник джентльмен». Да, это все про реального человека. Дело в том, что грабил он те учреждения, у которых был определенный уровень дохода, которые были хорошо застрахованы. Совершая ограбления в пиджаках, брюках, в жилете, всегда говорил спасибо, пожалуйста, тем, кого он грабил. И при этом Робертс полагал, что таким образом он снижает жестокость своих деяний. Но, как сам же и отмечал позже, люди отдавали ему деньги все-таки скорее из-за страха. Уже после первого побега из жизни в Индии в 90-м году Робертс был взят под стражу при незаконном возе героина во Франкфурт и снова австралийская тюрьма в котом, в том числе одиночка. По словам Робертса, он в очередной раз совершил побег из тюрьмы, но затем он передумал, побег никто не заметил, и он вернулся снова в тюрьму. Вот так бывает тоже. И Шантарам Робертс начал писать, как раз пребывая в заключении. Дважды рукописи уничтожались тюремными надзирателями. В общем, Шантарамы – это практически автобиографии, плюс цитаты, которые заключенные могут смело набивать как тату поверх австралийских куполов. В шумном Шантараме любят собираться жулики, бандиты, воры всех мастей. Кто пришел напиться, кто пришел подраться, кто пришел послушать свежих новостей. Вы просите песен, их есть у меня. Прошу любить и жаловать, книга с названием, длина которого гораздо больше, чем само содержание книги. Готовы на одном дыхании. Дальнейшие приключения Робинзона Круза, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и захватывающие изложения его путешествий по трем частям света, написанные им самим, точка. Но для краткости я буду сокращать до дальнейшие приключения Робинзона Круза. Книга впервые была опубликована в 1719 году вместе с первой частью, так как Даниэль Дефо писал их одновременно. А ты об этом знал? Сурприз! А вообще интересная личность этот Дефо. Он был владельцем чулочного производства и затем управляющим, а потом и владельцем большого кирпично-черепичного завода. Разорился. Ну да, по всем фронтам разорился. Но при этом умудрился стать писателем. В общем, Дефо был предпринимателем-дельцом с авантюристской жилкой. Тип распространенный в ту эпоху. Один из штрих к его портрету – как-то Дефо выступил с ехидным памфлетом под названием «Кратчайший способ расправы над диссидентами». Церковь и аристократия сочли себя скандализованными, добились ареста Дефо и даже суда над ним. Суд был, и Дефо был приговорен к 7 годам тюремного заключения, а еще к штрафу и троекратному выставлению к позорному столбу. Этот средневековый способ наказания был особенно мучителен, так как давал право уличным зевахам издеваться над осужденным. Но буржуазия оказалась настолько сильной, что сумела превратить эту кару в триумф своего идеолога. Дефо стоял у столба и при этом был осыпан цветами. Но вернемся к его детищу. Дальнейшим приключениям. Бла-бла-бла-бла. Робинзона Круза. Бла-бла-бла-бла. В общем, Круза, изрядно постаревший, но наживший большое состояние, живет себе в Англии, но никак не может успокоиться даже в престарелом возрасте. Мысли о покинутом острове не дают ему покоя. В итоге, что он делает? Он пускается в последнее в своей жизни приключение длиною в 10 лет. За это время главному герою удается объехать почти весь мир. На острове жизнь идет своим чередом. Вот это самое интересное, кстати, оно мне больше всего понравилось. Оставленные там англичане и испанцы как-то смогли ужиться вместе и даже завели себе жен. Робинзон навестив поселенцев покидает их со спокойным сердцем, держа свой путь в Китай, а оттуда в Россию. По пути его ждет много различных приключений. Потеря верного пятницы, знакомство со всяческими князнями, смешными обычаями китайских вельмож, а также пираты, разбойники, мошенники. Казалось бы, вот это триллер, захватывающий приключенческий роман. Однако выживание и процветание Робинзона на его острове были намного увлекательнее, чем военные интриги, описанные во второй части. Читать было интересно. В целом, книга неплохая. Отлично зайдет тем, кому просто хочется взглянуть на жизнь авантюристов и морских искателей приключений 18 века. В целом же книга, ну, раза в два слабее первой, но закрыть гештальт надо, я считаю. Дамы и господа, сегодня у нас откровение. Книги, продолжения которых мало кто знает. В обзоре только три произведения, а продолжений значительно больше. Так что к этому вопросу мы еще с вами вернемся, наверное, и не раз. Ну, а пока на третье место я ставлю мистер Рипли под землей Патрисси Хайсмин. Ни морали, ни интриги, ни злодейского очарования. В общем, ну, такая себе книга. На втором месте «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо». Фух, набираю воздух. Составляющая вторую и последнюю часть его жизни и захватывающие изложения его путешествий по трем частям света, написанные им самим. Даниэля Дефо. Тебе казалось, что ты знаешь Робинзона Крузо как родного. Эта книга, она позволит узнать его еще меньше. И, наконец, топчик «Шантарам-2. Тень горы» Грегори Дэвида Робертса. Герои картонные, а Индия? Индия неожиданна и хороша. Это Полный Абзац и Наталья Корскова. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, что читать – это сексуально.